И у Александра Бондаренко узнаем, не обостряется ли к вечеру ситуация в Харькове из-за призывов к штурмам. Он с нами на прямой связи. Александр, что сейчас происходит в городе? Спокойная ли обстановка? Добрый вечер. Сейчас в Харькове, в центре Харькова, относительно спокойно. Митинг про российски настроенных сепаратистов у здания областной государственной администрации еще продолжается. Совсем недавно на Харьковских улицах протестующие разбили несколько автобусов с сотрудниками подразделений внутренних войск. Они били окна. Сотрудники милиции закрывались щитами металлическими, разрезали шины на колесах. Собственно, мы еще ожидаем официальный комментарий милиции по этому поводу. Ну а сами митингующие рассказывали нам, что они сделали это, потому что это не Харьковская милиция. И они вот таким вот образом высказывают свое агрессивное, оправдывают свое агрессивное настрой по отношению к этим милиционерам. Вот таким вот образом. Прямо вот несколько минут назад у здания областной государственной администрации митингующие прошли к заднему выходу. Мы думали, что возможно будет предпринята попытка штурма, но они всего лишь заблокировали задний выезд из здания областной государственной администрации. И скандировали свои лозунги, но пока все обходилось достаточно спокойно там. И напоследок хотел бы добавить, что вот буквально две минуты назад видели вот здесь, в 20 метрах от этого места, кандидата в президенты Михаила Добкина. К сожалению, не получилось у него подойти и спросить, что он здесь делает. Ну, бывший губернатор Харьковской области, очевидно, занимается здесь агитацией. Елена. Спасибо, Александр Бондаренко, о ситуации в Харькове.